Здравствуйте! Время новостей. О самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Ни стыда, ни совести. Неизвестные выкинули в озеро крупногабаритные предметы. Выходной день абсолютно бесплатно. В субботу врачи проведут обследование на выявление онкологических заболеваний. Определен кандидат на пост председателя городской думы. Решение приняли на партийной конференции местного отделения партии «Единая Россия». В образовательных и социальных учреждениях Ямала будут усилены меры безопасности. Такое указание поступило от заместителя губернатора Михаила Кагана, который по поручению главы региона Дмитрия Артюхова провел совещание с руководством силовых структур. Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа в образовательные и социальные объекты. Также поручено обратить особое внимание на работу по информированию учащихся о необходимых действиях в экстренных ситуациях. Заместитель губернатора Андрей Воронов дал оценку строящимся объектам Муравленка. Он посетил строительные площадки и встретился с руководителями профильных управлений администрации города. Рассказывает Ирина Бугрин. Ямал стал одним из первых регионов в России, где при строительстве домов начали использовать современные панели из экологического сырья. Здание возводят из готовых деревянных стеновых панелей, а все несущие конструкции выполняются из монолитного железобетона. Во время осмотра строительной площадки заместитель губернатора Андрей Воронов акцентирует внимание. Жильцам необходимо объяснять, что технологии строительства деревянных домов сейчас существенно изменились. А лучшее тому подтверждение – отзывы горожан, кто уже живет в домах из МХМ-панелей на улице строителей. Мы сразу, когда заселились, вроде бы как бы дерево, сами знаете, деревяшки убирают, а эти строят. А когда нам объяснил застройщик, что это по новой технологии, это все делается, и когда мы сюда заехали, прекрасно, прекрасно. Тепло, светло, уютно, никаких проблем. Ну, из дерева нет, он теплый. Я ничего не могу с этого дела сказать. Нормально. Сами панели сделаны из натурального дерева, без химических пропиток. Огнестойкость им придают современные материалы отделки. Да, безусловно, дерево – пожароопасный материал сам по себе, но за счет материалов отделки мы достигаем необходимой степени огнестойкости. Панели защищены изнутри либо одним, либо двумя слоями огнестойкого гипсокартона. Снаружи – это базальтовые, либо минераловатные утеплители. Кроме того, дома из МХМ-панелей относятся к высокому классу энергоэффективности. Тепло в квартирах удерживается за счет толщины самой панели и утеплителя. Вот так в разрезе выглядит стена. Сегодня в Муравленко из МХМ-панели возводят 8 аналогичных домов. Все они предназначены для переселения муравленковцев из ветхого и аварийного жилья. Ирина Бугрим, Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Финансирование межрегиональной трехсторонней программы сотрудничества увеличено. Об этом сообщили на заседании Тюменской областной думы по исполнению бюджета. Депутаты одобрили параметры главного финансового документа области в окончательном чтении. Сейчас финансирование программы составляет уже 23 миллиарда рублей. Изначально закладывалось 8. Увеличение расходов коснулось ряда госпрограмм по развитию жилищного строительства, образования, здравоохранения и дорожного строительства. Об этом по телефону нам сообщил депутат Тюменской областной думы Николай Яшкин. Так как было определено при голосовании ямальцев основным и главным приоритетом были дороги, если вы помните. Поэтому и увеличение программы сотрудничества определили на строительство дорог, в том числе по северному широтному ходу, то есть на Дым-Салихар. И увеличение идет в районе 4 миллиардов. Представители Муравленковского отделения партии «Единая Россия» провели очередной отчетно-выборную конференцию. «Единороссы» подвели итоги работы за 9 месяцев и избрали кандидата на пост председателя городской думы. Подробности в следующем сюжете. В этом году «Единороссы» активно участвовали в организации проведения двух масштабных избирательных кампаний по выборам президента страны, губернатора Тюменской области, депутатов законодательного собрания Ямала и городской думы. Вот эта работа позволила, чтобы в городе Муравленко избирательная компания, две избирательные кампании прошли без замечаний, на хорошем организационном уровне, жители пришли на выборы, проголосовали и сделали свой выбор. В результате прошедших осенью выборов Светлана Каменская, ранее занимавшая пост председателя местной думы, теперь представляет интересы муравленковцев и жителей поселка Ханемей в окружном парламенте. На партийной конференции путем тайного голосования определяют кандидата на должность председателя городской думы. Большинство голосов делегатов партийной конференции было отдано за Александра Шаповалова. Большое спасибо всем делегатам сегодняшней конференции за выраженное доверие и поддержку. Безусловно, это очень волнительно. Я думаю, что оправдаю доверие, работая в городской думе в качестве председателя. Кандидатура Александра Шаповалова на утверждение будет предложена депутатам городской думы. Заседание состоится 25 октября. На конференции подвели предварительные итоги реализации партийных проектов. Одни из самых известных – это народный контроль, здоровое питание, забота, городская среда, будущее Арктики и крепкая семья. Одна из задач единороссов – максимальная концентрация в реализации партийных проектов и создание кадрового резерва партии. Конечно же, на реализацию партийных проектов, так как партийные проекты – это предложение наших жителей города, жителей на их улучшение, на улучшение качества жизни, на улучшение того или иного направления деятельности. И, конечно же, другое направление – это привлечение новых членов, сторонники и члены партии. Сторонники партии на конференции озвучили идею нового проекта – Центра поддержки гражданских инициатив. Я думаю, это будет виртуальное некое сообщество, если можно так выразиться. Пока еще эти вопросы тоже уточняются. Но вот пока на уровне рекламы и для заинтересованных людей запущена информация. Наша задача – ее довести до интересованных лиц. И, возможно, кто-то захочет получить такую поддержку. На конференции принято решение по ротации и обновлению состава местного полицовета партии. Его покинули Николай Атаманов, Нина Медюсева и Андрей Ярин. Вакантные места в результате тайного голосования заняли Наталья Трегубова, Елена Климович и Наталья Тягунова. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Парк культуры и отдыха стал местом притяжения вандалов. Неизвестные лица бросают в озеро мусорные баки, железные конструкции и даже скамейки. Чем руководствуются хулиганы – непонятно, но ущерб от их действий только увеличивается. Продолжит Валерия Чижик. Еще совсем недавно эти предметы находились на дне городского озера, но сейчас их извлекли. Однако подобная проблема повторяется с пугающей периодичностью. Ограждения, скамейки, большие, маленькие мусорные контейнеры. Стойка для музыкальной аппаратуры. Хулиганов не останавливают ни габариты предметов, ни специальные крепления. Последняя ситуация такая была в воскресенье, мы вытаскивали бак такой же. Потом было принято решение этот бак убрать вообще подальше отсюда. Но тем не менее, все равно баки только вчера вытащили, сегодня ночью опять. Специалисты управления коммунального заказа намерены оценить ущерб от действий хулиганов. Все запечатлели – камеры видеонаблюдения. На сцене у нас установлена камера наблюдения, мы посмотрим видеозаписи, там будет все ясно. Сейчас главная задача – найти виновных. Этим уже занимается полиция. Данный факт зарегистрирован в дежурной части отделения МВД России по городу Муравленко. Проводится весь необходимый комплекс мероприятий на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, по результатам которого будет принято законное обоснованное решение. Когда хулиганы будут найдены, их действием дадут оценку. Виновных привлекут к административной или уголовной ответственности. Однако вопрос их воспитания и адекватности останется для общества открытым. Валерия Чижик, Антон Иванов, Новости Муравленко. В городе продолжается вакцинация населения против гриппа. В городскую больницу дополнительно доставлено более 1300 доз вакцины «Гриппол плюс». Она предназначена для взрослого населения. Вакцинация проводится бесплатно. Для этого необходимо обратиться в доврачебный кабинет, в поликлинике, к терапевту или педиатру. Для более массового охвата взрослого населения организованы выездные медицинские бригады. Для этого нужно лишь связаться с человеком, который организует выездную бригаду. Это старшая медицинская сестра взрослой поликлиники. С ней связаться, оставить контакты. И по ситуации бригада будет выезжать на объект. С начала прививочной кампании в Муравленко вакцинировано более 6,5 тысяч человек. Муравленковцев приглашают пройти бесплатное обследование на онкозаболевание. В эту субботу во взрослой поликлинике с 9 до 12 часов будут вести прием врачи-онколог, стоматолог, отолеринголог, терапевт. Все желающие смогут получить консультацию специалистов, а также сдать кровь на раковоэмбриональный антиген. В Муравленко подобная акция проходила в сентябре. Тогда обследования прошли почти 120 человек. У нас было выявлено у двух наших жителей повышенный раковоэмбриональный антиген. Они были вызваны, но, слава богу, все хорошо. То есть пошли до обследования, все в порядке. У муравленковских подростков есть возможность трудоустроиться. Причем не только летом, но и в течение всего года. В этом им помогает Центр занятости населения. Куда могут устроиться на работу подростки от 14 лет и старше, расскажет Анастасия Пономарева. В свободное от учебы время София Шкиль не сидит дома перед компьютером. Она устроилась на работу. В этом ей помог городской Центр занятости населения. Девушка вместе с друзьями помогает активистам общественной организации «Семья Муравленко». Это мой не первый трудобой опыт. Я ранее работала в трудотряде летнем. И я занимаюсь тем, что я раскладываю вещи, чтобы людям было более понятнее, что где брать. То есть штаны к штанам или детские вещи к детским вещам. Работа несложная, но требует порядка и самоорганизованности. И новоиспеченные сотрудники подходят к своим обязанностям ответственно. Это не только возможность почувствовать себя взрослым, но и заработать на карманные расходы. Сегодня я работаю первый рабочий день, поэтому я немного волнуюсь. Я рада, что я могу здесь работать, поскольку мне нужны деньги на карманные расходы. Я могу это совмещать с учебой в школе. Это очень легко сделать. Ребята трудятся не только в гуманитарной комнате, но и в центре «Семья и гармония». Здесь они помогают украсить помещение к предстоящим праздникам. Общественники рады такой помощи. На подготовку к мероприятиям уходит много сил и времени. Особенно перед очередной благотворительной ярмаркой, когда нужно успеть перебрать гору вещей. Мы довольны работой детей. Они оказывают нам посильную помощь. И на данный момент мы готовимся к очередной благотворительной ярмарке, которая состоится в субботу. Сотрудники Центра занятости населения помогают подросткам устраиваться на работу в течение всего года. В первую очередь рабочими местами обеспечиваются ребята из многодетных семей, дети-сироты, а также те, кто состоит на различных учетах. За счет средств окружного бюджета в 2018 году трудоустроены 37 несовершеннолетних граждан по профессиям, подсобный рабочий, делопроизводитель таких организаций, как распределительная сетевая компания Ямала, алгоритм, фотостудия «Дом» и общественная организация «Семья Муравенко». Для того, чтобы устроиться на работу несовершеннолетним, нужно самим подать заявку через портал работы ЕНАУ. И если будут вакантные места, подросток обязательно получит направление. Анастасия Пономарева, Антон Иванов, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Оперативная информация на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова